Итак, в этом видео я вам расскажу по поводу многоразовых подгузников. Причем эти многоразовые подгузники я заказывала на Алиэкспресс. То есть это будет и распаковка, и видеообзор. Итак, вот на экране вам представлено такие подгузники я заказывала. То есть угольно-бамбуковые, они черные внутри. Поэтому вот такая цена у них. Ну да, я их примерно так и заказывала по 350 рублей. Заказала я сразу три штуки. То есть они здесь на кнопочках. Вот карман для вкладки. Вкладка представляет из себя, тоже она угольно-бамбуковая. Вот тут написано бамбук. Ну, по отзывам я смотрела, она лучше, чем белая вкладка, которая микрофибра. Ну и по качеству, конечно, я тоже замечаю, что на пару подписов такого вкладыша хватает. Вкладыши я заказала почему-то 10, не знаю почему. За 1000 рублей я заказала 10 вкладышей. И за 1000 рублей мне обошлись три подгузника. Сейчас мы с вами примерим многоразовый подгузник. Итак, вот такой у меня расстегнутый. Здесь я его расстегнула уже. Вот здесь он застегнут на одну. То есть на первое деление. Ну, как раз мы сейчас первым делением пользуемся сомблеем. То есть расстегивать, видимо, чуть попозже. А застегивать больше, куда-то выше, для еще меньше ребенка. Ну, как-то мне показалось неудобным. Поэтому мы ими и пользуемся примерно, ну, с момента достижения 7 месяцев. Итак, как же выглядит, как я им пользовалась. Экспресс-метод. То есть если я знаю, что мне буквально этого подгузника на 15 минут. Я даже не вставляла вовнутрь. Вот таким образом кладу вкладку. Кладу под попу. И одеваем. Можно по-разному застегивать. Допустим, если я боковую застегиваю, одинарную клепку застегиваю на последнюю, верхнюю застегиваю также на вторую снизу, а нижнюю я чуть-чуть подальше, ну, на одну назад делаю, то есть чтобы в ногах вот здесь вот оно не давило. То есть видите? То есть вот таким образом это будет выглядеть. Вот. На одну, на крайнюю. Верхнюю так же, как она должна быть, вот через две, то есть третья. А вот эту вот боковую, то есть назад я отодвигаю. То есть вот, получается, здесь верхняя третья, а здесь третья, а вторая будет. То есть вот таким вот образом, чтобы ножки пошире были. Да, конечно, возможно, оно иногда будет протекать, но зато оно резинкой не будет давить. То есть вот таким образом. Надеваем, здесь тоже крайнюю, вторую и первую. Все поправили, сзади поправили резиночки, боковые резиночки поправили. То есть даже не вставляя вкладки. Но это экспресс-вариант, вот так вот они смотрятся, когда нужно ненадолго. Конечно же, можно вставлять эту вкладку, то есть вот таким образом, в расправленный подгузник, не застегнутый. Вставляется вкладка, вводится до конца. Рукой расправляю я внутреннюю. То есть вот таким вот образом выглядит. Можно и так надевать. Тогда нужно менять полностью подгузник вместе с вкладкой. В варианте, когда я просто кладу вкладку, ну, на время, я при необходимости могу вкладку даже просто вытащить. И тут же подложить другую, сухую. Вот таким образом будет выглядеть многоразовый подгузник в использовании. В целом, конечно, я довольна многоразовыми подгузниками, они себя оправдали. Это не стопроцентная замена одноразовым подгузникам, но это приятное дополнение к тому, чтобы и сэкономить семейный бюджет, ну, и просто было удобно ребеночку. Стирать их проблем у меня не возникает. Я стираю их жидким средством для стирки. Периодически я использую кипячение для вкладышей, ну, то есть максимальную температуру я ставлю, там, 60-90 градусов. То есть использую я ее. Сам подгузник нельзя использовать на большой температуре, потому что он может внутренний слой попортиться. То есть внутренний слой, внутренний себя подставляет. Вот такой вот подгузник. Ну, бывает, конечно, он становится влажным. Да, они бывают и протекают, они бывают и становятся влажными, но с учетом того, что я использую его, ну, если каждый день, то максимум на час-полтора в день я его использую, то такой вариант меня устраивает. Спасибо.